И определенный набор, как бы, наших, так сказать, вынуждания нашего мнения добавочного. Поэтому это как ориентир, где можно просто про себя подумать. То есть, какими качествами я обладаю, у меня там сильная сторона, или где у меня какие кейсы есть, где какие упражнения у меня есть. Потому что мне кажется, что круто было бы метапы делать прямо с упражнениями. Да. То есть, если есть кто-то кейсы, или кто имеет в жизни кейсы, то есть, может, положить и вставать. И это очень здорово. Потому что это реально прокачивает. Лишает задачу, который раньше не лишал. То есть, это такой ориентир, по которому вы можете, получается, прикинуть, что вы можете рассказать. Да? Если здесь нету какой-то ветки, но вам кажется она очень важной, то мы их просто туда добавим. Надо опять же в комментариях написать, просто прямо перерисовать, и сказать, парни, вот улучшенный набор компетенций в нашем проекте. Потому что основная задача сообщества, как таковая, это чтобы каждый из нас с каждым этапом становился либо показор себе расширен, профессиональный, либо прокачал себя по какому-то элементу, там, не знаю, планировать научился, SOS поприменять научился, открыть поприменять научился, фасилитировать научился и так далее. Знаете, то есть... Михаил, а у нас вроде на позапрошлом метапе, когда был похожий вопрос о том, что можете рассказать, по-моему, даже здесь был метап, была коллега, которая HR и тема с мотивацией связаны в последней школе. Что очень бы интересно, власть опущенных нам не было бы услышать, это вопросы мотивации команды и конкретный аспект мотивировать на саморазвитие людей. Чтобы не надо было человека пинать, другими словами, а чтобы он сам себя пинал, но не обязательно в плане больше кода, а в плане того, чтобы лучше работать каждый день. Короче, самый сложный вопрос в жизни, когда можно стать менеджером, ты сейчас его задумаешь. Это нужно, может быть, иметь смысл, круглый стол устроить по этому вопросу и чисто выписать решебник, способы мотивации, что работает, что не работает, что в практике применяли, какие результаты получили. На самом деле, это предложение такое. У нас есть сообщество HR в городе. И одна из задач, которые на это, например, инициатива, это чтобы эти сообщества между собой дружили. Мы по факту можем сейчас сформулировать предложение к сообществу HR, сказать, ребята, кто из вас там в сообществе может рассказать нам вызов? Менеджерам. Да, вызов. Кто может рассказать нам про мотивацию? Они придут, мы их тут разложим, что мы сами тут знаем. И наоборот, они у нас тоже. Поэтому давайте так сделаем. Сможете угулировать конкретного вопроса? Я его просто туда прям закину. Еще, мне кажется, прикольно было бы сюда пару программистов подряд. Чтобы они на пальцах, на самом деле, ну, ради кругозора, потому что тут есть такая штука, называется, отраслевая экспертиза. Официально менеджеру хорошо было бы врубаться, у тех, кто есть программисты, у тех, кто есть программисты, у меня тоже. Хорошо было бы врубаться в какие-то технологические штучки. И на пальцах по идее какие вещи можно было бы рассказать. Что такое дефолтное? Кто знает, что такое дефолтное? Слова, наш поход. Кто? Идея слова, можете сказать, кто это? Это место, это какая-то задача. Можно было бы рассказать. Но можно пригласить к кому-то такое дефолтное место, которое еще и со всякими дефолтами. Идеологическими этапами. Потому что это практики, на самом деле, инженерные. Которые, я даже не знаю, можно найти, если развертывать. Конечно, мало возможно, а с этим органистами могут быть. И для этого у нас как бы на главном этапе собирается восемьдесят таких людей, которые могут, чтобы разошла на главном этапе. Сначала. Просто сообщества. У нас все программисты, которые умеют говорить. Теперь проходите. Тимофей пришел. Привет. Ты подключаешь? Учеба, я не принесла. Спасибо. У нас на самом деле план сегодня такой. Сейчас Тимофей расскажет в виде доклада, да? Да. В виде докладе есть дискуссий. То есть пойдет у нас материал, потом мы позадаем ему вопросы, потом чуть-чуть отдохнем и сделаем концовку мероприятия в формате линд-кофе, когда каждый из нас погенерит по одной проблеме кейсу вопросу, который захочет посудитель рассказать. Мы разобьемся на маленькой группе и пообсуждаем этот чат.